для примера рассмотрим такое повреждение вмятина ребро вмятина ребро вмятины поднимаем шишки или ребра забиваем возвращаясь к предыдущему видео называется обратная сторона молотка под видео будет ссылочка работаем мы таким молотком металлическим осаживаем все все торчит мы забиваем те что в ямах мы поднимаем вот другой молоток то же самое показывал в предыдущем видео это видео является продолжением надо работать достаточно аккуратно потому что после них можно оставить и пик минус того что деталь уже повреждена мы выносим дополнительные повреждения с которыми потом надо воевать есть вот такие молотоками не мало точек для работы тоже для осаживания и мягкие окончания надеты насладок вот резиновый молоточек то же самое осаживаем ребра выпуклости вернемся вот к этим молотком мягкие легкие на дальней дистанции работать удобно обычно люди работают и я не видел что работают вот этой часть удар получается более мягким за счет того что сам металл мягкая его поверхность то есть большая площадь если сравнить боёк один и второй здесь площадь больше молоточек легче удар более мягкий получаются мы осаживали молотками выпуклость надо поднимать вмятины есть обрезиненные мягень потом пластиковые дальше металлическая это сталь у нас это у нас латунь это все самоделка возникла идея найти какой-то материал который бы более мягко работал и более предсказуемо когда мы работаем крючками с насадочками даже вот такими мягкими нередко получаются наколы я решил немножко поэксперимен дальше вы увидите что из этого я получу вот так Зажигаем петечку. Печка входит в режим свой обычный. Выручает меня постоянно. И что-то разогреть, и металл, и помещение прогреть, и шашлычки пожарить, что хочешь. Продолжение следует. Мысли. Движутся мозги. Шевелятся. Думает человек. Соображает. Идея созрела. Но, тем не менее, надо каким-то образом вот это дело отцентровать. Будем думать, как это сделать. Для того, чтобы отцентровать вот эту втулочку, приходится наматывать, потому что она там болтается. Продолжение следует. Продолжение следует. Половник пригодился, это место для отливки. Еще заметил один такой момент, лучше заготовки прогревать феном и в горячие заливать. Вот так вот прогреваем, чтобы заливать на горячую. Свинец расплавлен, все красиво, заготовка прогрета. Загружаем следующую партию. Вторая плавка. Вот она вторая заготовочка. Наливаем очередные два. 100 градусов есть. Заготовки наши уже подостыли. Берем вот такой тупой пробойник. Зажимаем в тиски. Вот что получается. Еще раз повторюсь, я когда первый раз расплавил, у меня как хотел болтался этот болт. Поэтому было принято решение подумать, как сделать центровку. Резьбу можно обрезать, подрезать. Вот она вторая. Третья. И вот она четвертая. Вот так легко и просто можно сделать плавочку и наделать заготовок. Токарный станочек делаем. Не забываем про очки. Следующий момент. Скорки у нас вот есть 150 и 240. Это войлочный круг. Еще ГДРовская полиролька сделана в германской. Немножечко пальцем намазываю. Чуть-чуть ее полирнуть. Для красоты. Вот так легко и просто в своем гараже, потратив немножко времени, можно наделать комплект мягких насадочек, которые работают более мягко, чем металлические. Допустим стальные. Придать им нужную для вас форму. Вот опять же можно работать не только на крючках, но и на молотках, и на пробойниках. Такой наборчик по-любому расширит ваши возможности. Молоточек вот такой. И вот такие насадочки самопальные. Сразу оговорюсь, что это не панацея. Это не какой-то переворот в мире ПДР. Мои огромные углы. Берем мы ребро и начинаем забивать. Я вот это место делю пополам. Вот здесь забью этим молоточком вторую половинку. Естественно, что это по-быстрому, дабы передать идею. Это не какой-то обучающий роль. Вторая часть. Идея, сам материал мягкий. Он будет бить мягко. Боёк жесткий. Естественно, он не травмируется. Вот этот материал при ударах будет сам немножко подминаться и более мягко работает. Вот такая идея. Это я свинцом работал. На втором молоточком здесь более жестко. Материал свинец деформируется. Более мягко забивает. Дабы не удлинять видео, я постараюсь всё в сжатом виде показать. Вот крючок диаметром 14, длиной 115. Взял насадки. Это сталь нержавейка. Это наши подопытные образцы. Немножко ими подавил. Сейчас покажу, что из этого получилось. Вот это первое. Это мы металлическими насадками давили. Меньшего диаметра, потом большего. Вот второй момент я давил свинцом. Постарался насколько возможно усилие максимальное сделать. Разница видна. Скажу честно, даже вот здесь я старался посильнее нажимать. Но явно видно, что более ярко выражены на металле. Сам свинец деформируется, меньше накалывает металл. При этом можно ошибиться в большую сторону, надавить посильнее. При этом наколы будут менее чувствительными. Сколько бы у вас инструмента не было. Самодельного, не самодельного. Это уже выбирает каждый сам для себя. Всё равно его не хватает. Поэтому я экспериментирую. Переделываю под себя инструмент. На этом всем спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!